В Кокшетау еще 8 семей, которые потеряли жилье во время паводков, получили ключи от квартир. Люди со слезами на глазах вспоминают, как им пришлось бежать от воды, оставив там буквально все. Но сейчас эти страшные дни, говорят, остались в прошлом. Ущерб был колоссальный. Круговорот воды в доме стоял очень сильный. Мебель поворачивалась в разные стороны, холодильник переворачивался. Было очень печально. Нам удостоилось такое счастье, получить ключи от квартиры. Я выбрала такую, которую хотела я. Это очень счастливый случай. Квартиры, равноценные по квадратуре с затопленным жильем в регионе, получили пока 11 семей. И это спустя месяц после паводка. 74 семьи решили самостоятельно ремонтировать потопленные дома. Им выдали на это деньги. Еще более тысячи окмолинцев получили единовременные выплаты в среднем по 350 тысяч тенге. Сейчас комиссия оценивает состояние 337 домов. Ведется работа по сносу уже непригодных строений. Власти обещают, что на их месте построят новые современные многоквартирные дома. Все, которые будут признаны непригодными для жилья, полностью будут обеспечены комфортным жильем. Да, несколько я ускоряю этот процесс, потому что если следовать буквально по каждой запятой, это займет определенное время. Но я решил врубоваться принципом, то, что не запрещено законом, то разрешено, чтобы быстрее вам восстановить ваши нарушенные права, обеспечить вас жильем.